Доброе утро! Дождь львёт. Смотрю сейчас, ну, стало выходить и новости про страшные события. Конечно, такой трагедии уже не поможешь, да? Не вернёшь ничего, но... Я думаю, то, что этих не останется в живых, кто это соделал, это совершенно точно. Так, сидим здесь, отдыхаем. У-у-у, смотрите, сено! Была полна коробочка, а остаётся вон сколько. Ну, понятно, да? Кто у нас тут сено? Вы едите, наверное, почему оно так кончается быстро, а? Куда сено девается? Вдвоём, вон, съели. Сночкин. Нау-у-у. До свидания. До свидания. Голоса. Нет. У-у-у. У-у-у. Позор, вхл. Ну, это самое главное. Вот она. А-а-а! Позор! Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Главное, все, работаю, работаю. Сена положила им, вот, а все, думаю, ну мысли сами же лезут, ведь сказала, что культурно у нас были немцы, да, прям вот, хорошо обращались, то есть они там побыли какое-то время и дальше, ну не несколько человек, да, там какие-то организации большие, вот. Вот, и сейчас, что знаете, что происходит в этих деревнях, те же самые деревни, ну потому что, про которые я сказала, что мне бабушки рассказывали, это находится там почти на границе Брянск-Украина, Брянской области, в смысле не сам город Брянск, Брянской области. И вот что, а знаете, Белгород, Брянск, Курск, там некоторые деревни есть такие, ну про которые по телевизору-то не говорят, уж говорят, когда уж совсем, да, прям. А так там они заходят, прям, не то что обстреливают, а заходят на нашу территорию и ведут бои, скажем это так, все сухим таким языком, да, и убивают мирных жителей. И вот что говорили люди про немцев в войну, как себя вели немцы, ну не все это, ну вы меня понимаете, да, я уже сказала, здесь были СС, были карательные организации, а были обычные солдаты там, обычные какие-то там группировки. Так вот, в нашей, ну в нашей деревне повезло людям, да, говорили прям и рассказывали, почему, что, как, могли помочь там что-то, ну, хорошо относились. И что говорят люди про хохлов? Разные вещи вообще. Те были хорошие немцы, а это убийцы, фашисты, фашисты-террористы, да, вот так вот. Поэтому есть такие, которым непонятно, да, почему Россия, что там делает Россия? Ну, конечно, последствия будут. Ох, я не знаю, какие последствия за то, что они натворили. Это же им не мирных людей у себя на Украине убивать, да, или в наших деревнях. Это же им не людей жечь заживо, да, безнаказанно. Последствия будут обязательно. Ладно, давайте, доить будем. Все понятно, что исполнители, исполнители это просто какие-то, какие-то несчастные за деньги, да, и они других национальностей. Это все понятно. Сначала говорили они граждане Российской Федерации, потом говорили они не граждане. А заказчик-то кто? Кто это заказал, сфанировал, это все понятно. Пока информация сумбурная, то они этой национальности, то они той национальности. Количество жертв, естественно, на воскресенье, да, днем было 150 в чем-то. Понятно, что это количество будет расти, потому что многие люди в тяжелом состоянии. А кто-то ведь наверняка, кто-то пропал без вести, кто-то все равно, может быть, немного, но единицы какие-то, но я думаю, все равно кто-то под завалами остался. А какая есть информация, как бы, да, она говорит о том, что это были люди. Я не буду называть национальность, потому что это именно нацелено на то, чтобы посеять у нас межнациональную рознь. Чтобы люди стали ненавидеть, как видно сразу в интернете, в каких-то соцсетях, вот эти боты, которые засланы казачки, да, но это слишком хорошее название для них. Просто те, которые делают за деньги любую работу, как они сразу прям активно кидают, убить их всех, выслать их, что-то еще сделать, ну, людей такой национальности, вот такой, вот такой. И, конечно, рассчитанно, как раньше они хотели поднять народ против президента нашего, да, сейчас они хотят, не получается, у них и так, и так не получается. Сейчас они хотят, чтобы все пересобачились, чтобы все пересобачились. Какая разница, какой национальности исполнительный. Я все знаю, да, что это не украинцы, причем, ну, есть национальность украинцев. У нас очень много всех, есть очень многих братьев и сестры родные украинцы, и сами они украинцы, которые здесь живут всю жизнь. Я говорю не про национальности украинцев, а я говорю именно про фашистов, вот этих вот. То есть, не поймите, да, неправильно из моих слов, что я говорила до этого. Есть национальности, а есть просто такие твари. Это вот состояние человека, оно от национальности не зависит. Я говорю про фашистов, про бандеровцев, которые процветают, которые процветали на Украине. Вот, а так это, а так это все понятно, что вроде бы, да, из 11 человек там, они все, наверное, да, других национальностей. Не будем говорить, не будем упоминать специально, потому что это просто обычные проплаченные люди. И которых подобрали, ну, прямо здесь очевидно, что специально подобрали, чтобы вбросить вот эту ненависть к нам. Так же, как и воюют в наших рядах, так же, как и в войну победу одержали, победу одержала Россия. Да, россияне, да, которые были в многих национальностей, очень многих национальностей. Так же, как и сейчас воюют, россияне, они за Россию, а там очень много национальностей. Так же, как и сейчас, как и сейчас, как и сейчас.